Добрый вечер, с вами снова я и фильмный вечер. Новый фильм Матис Дженнифер Аффлек для стриминга Netflix. Отличный боевик с большим количеством погонь, перестрелок, драк и взрывов. Смотрится на одном дыхании. Даже не ожидал, что Дженнифер так удачно впишется в роли матери. Не без минусов, конечно, но впечатления после просмотра только положительные. В фильме все завязано на материнстве. Даже семейство волков в лесу показывали не просто так. Меня, конечно, тронули некоторые сюжетные повороты. И пусть они очень предсказуемые, но я не представляю, в принципе, как можно ничего не почувствовать в момент, когда похищают ребенка, когда делают ему больно. Все, у кого есть дети, вряд ли останутся равнодушными. Много экшена и взрыва, в конце так вообще взрывалось все чуть ли не каждую минуту. Смотрится прилично, зевать не приходится, нигде ничего не отсвечивает и не мешает. В чем же суть боевика? В том, что за дочь мама готова убить любого, и маму понять можно. Мама полностью отдает отчет в том, что дочь может защитить лишь она сама, не знающая, как этой самой мамой быть. Главная героиня, конечно, местами жестит. Я убийца, но еще и мать, и я умру, защищая ее. Атмосфера триллера в перемешку с боевиком. Середина получилась немного подвижшая, и эта часть мне понравилась меньше всего. Музыки было немного, но даже то немного мне понравилось и отвращение не вызывало. Мне фильм понравился, с учетом того, что я очень люблю жанр триллер-боевик. На удивление, несмотря на то, что фильм идет почти два часа, смотрится он бодренько, и даже небольшое провисание в середине не испортило общее впечатление. Понравилась роль матери и по совместительству бывшего снайпера Дженнифер Лопес, которая довольно органично вписалась в обе роли. Ее персонаж хоть и довольно холодный, но все равно вызывает сочувствие и сопереживание. К ее поступкам и действиям нет вопросов. И вообще, в фильме ее героиня, на удивление, адекватная, без перегибов и соплей. Ну и конечно, с шикарной фигурой. Сюжет пусть немного примитивный и где-то в конце уже понятно, чем все дело кончится, все равно смотрится не без интереса. Пусть большинство шагов героини и второстепенных персонажей угадывались мной заранее, посмотрел до финала не без удовольствия. Понравилась и атмосфера матери, такой себе холодненький триллер с боевыми элементами, погонями, драками, перестелками и мордобоем. Рейтинг, кстати, 18+, так как в фильме много кровавых моментов, убийств и просто сцен жестокости. Если в целом отличное кино на вечер, которое смотрится на одном дыхании, без тупых шуток, без лишних сюжетных поворотов, такое себе довольно прямолинейное повествование, где героиня должна защитить свою дочь, и именно этим она весь фильм и занимается. Придираться особо не хочется, так как для Нетфликса на фоне того всего, что у них выходит, это прям заебок. Пусть клишированная, пусть одноразовая, но скрасить вечерок прям хорошо. Понравится любителям боевиков, триллеров и просто фанатам Дженнифер Лопес, с ролью матери в этот раз справилась на все 100%, и пусть кто-то попробует назвать ее старухой. С вами был я, Коллега, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.